Так, ну окей, итак, ээээ, привет, здравствуй, села я, Романда Дмитариков, эээ, и вот сегодня я хотела бы почитать вам небольшую такую историю, эээ, которую я нашёл на сайте призрака.нет, эээ, ссылку я оставлю в описании, если хотите, можете бы это сделать, эээ, извините, вот я не поставлю, потому что, эээ, очень тяжело искать, и для того, чтобы персонажи были, эээ, одинаковые и похожи на каждый факт. Вот так, ну чтож, давайте начнём с администрации, итак, начинаем. Одна девочка Маша, училась в пятом классе, и вот начался русский язык, рядом с Машей сидела противная девочка Соня, тупая как пробка, знала только, как разбирать слова по суставу, и только, и только, и только, и только это научилась делать. Сегодня их учебница русского языка не пришла, говорят, заболела сильно, она. Бала другая учительница, звали Лариса Ивановна, и говорит она, «Откройте учебник на странице, на странице 124, упражнение 100». В доске поднялся Хмин. «Бариса Ивановна, я, я, я не могу, я не знаю», — закричала Соня и Цепанка. Задание надо было определить падеж. «Эх, эх, Мария», — прохлепила учительница. «Как можно не помогать своей соседке поднять тему, два тебе Мария?» «Что?» «Чуть не лопнула, в смысле Маш, если она тупая, я должна страдать, а?» «На мне исчезли, не запад». «Накой с ним, не накладно, мне, что она пачка, не страшно». «Маша!» — начал рогать девочки. «Как ты вообще, Маш, ты говоришь?» «Не плач, не плач, не плач, не плач. Ты получаешь шесть». «Весь класс был шараш. Такие оценки запрещено было оставить даже отличие». «Вечером Маша все рассказала нам». Другие рассказали папаяни сначала, но потом тоже сказали. «Мама Маши собрала подпись, чтобы учительница увольна», — написала на нее жалоб. И в итоге ее увольна. Она разъяснилась и крикнула Маши, когда уже уходила из школы. «Я еще вернусь, кто не будет получать двойки!» И вначале Маша чувствует боль в теме, открывает глаза, увидит ту самую учительницу. Она режет ей ногу. Маша захотела не отвечать, но не могла, но и рука учительницы сильно сжала ее в голову. И через час Маша умерла. «Хотя спасти ее все-таки удалось, мама умерла, вылезала». Но училки уже не было. Маша лежала полунафига. Мама подумала, и мама думала, что она умерла и горько плакала. Но ее удалось вылечить, а я на гену шли на писку. «Ты хотела оценку шесть?» «Получил у тебя в дневнике, и теперь ты не сможешь ходить. Не обижайте Соню». Оказывается, эта учительница была мамой Соня, но это никто не знал. Вот она и разъяснилась, что ее дочка получает двойки. После этого случаем их Соня никто не любит. Вот на этот сайт истории прислала Даша Авостикова. Так что хочу сказать небольшое спасибо. Ну, а мы заканчиваем. К сожалению, это конец. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И, короче, всем пока!